Дядя, джуньиман, хао юм, кауши хао. Сказала всем удачи, хорошо сдать экзамены. Три года назад Анастасия Плесовских начала заниматься китайским языком. В Тобольске она единственная, кто сдает ЕГЭ по этому предмету. Девушка-выпускница одной из тюменских школ. Сейчас обучается в Тобольском многопрофильном техникуме. К экзамену готовилась самостоятельно. Я покупала прописи в магазине и сначала просто очень-очень много прописывала вот эти вот иероглифы. Чтение текстов, какие-то аудиофайлы. После того, как я год изучала китайский, я даже нашла друзей китайцев. И они мне тоже очень сильно помогли в изучении. Если хорошо у меня получится сдать экзамен, то пойду в ВУЗ на переводчика. Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в резервные дни. Также экзамен в этот период пишут те старшеклассники, кто пропустил его в основной волне по уважительной причине. Есть и другие основания для сдачи в резерве. Время экзамен на вашем рабочем столе. В полном из национальных материалах могут находиться только левая и ярная ручка с чернилами черного цвета. 18 июня резерв для ЕГЭ по истории и химии. Сдают и устную часть по иностранным языкам. Дети переходят из аудитории подготовки в аудиторию проведения, занимают отведенное место, включается запись и проводится раздел «Говорение». Дети в наушниках выполняют задания, затем переслушивают свой ответ на предмет качества записи. И в принципе экзамен завершен. На экзамен по химии с собой можно взять непрограммируемый калькулятор. Вдается и ряд справочных материалов. А вот для ЕГЭ по истории все нужно запоминать самому. Много вообще есть способов запоминания дат. Это очень интересные техники. Начиная от того, что у нас есть даты, которые повторяются в течение 100 лет. Например, 1380 и 1480 года. Помимо этого, какие-то события можно связывать с чем-либо. С этого года выпускники смогут пересдать один из предметов до конца приемной кампании в ВУЗы. Возможность пересдачи будет 4 и 5 июля. Анастасия Плюснинаша, Мельгулеев, Ярослав Прохоров, Тобольское время.